Ислан Крымшамхалов – поэт, художник, энтузиаст народного просвещения. Его стараниями во многих горных аулах были открыты начальные училища. Многие годы он посвятил составлению карачаево-балкарской азбуки на основе латиницы. Вел он и активную общественную деятельность, а в 1892 году в Тиберде организовал оздоровительный поселок, чтобы привлечь курортников и сам перебираться туда, не испугавших отсутствия инфраструктуры. Редкие картины, уникальные документы собраны на выставке, приуроченной 160-летию Ислама Пашаевича Крымшамхалова. Об этом удивительном человеке, сыгравшем огромную роль в истории своего этноса в репортаже Аллы Динаевой. Писатель, просветитель, художник, прославивший карачаево-балкарский народ в веках. Ислам Крымшамхалов сделал невероятно много для развития экономики, литературной мысли и культуры Кавказа. Не хватит слов, букв, чтобы описать, дать оценку всей деятельности Ислама Пашаевича Крымшамхалова. Тем более, не хватит никакого иллюстративного материала, чтобы это показать. Но мы же со своей стороны попытались показать частичку, частичку его жизни, частичку его работы. Автор книги «Исламбей» Рашид Хатуев вместе с коллегами много лет собирал все, что связано с именем Ислама Пашаевича. И они создали триаду. Это Крымшамхаловские чтения, медали «Исламбей» Крымшамхалова, которая присуждается по пяти номинациям. Искусство, литература, наука, экономика, общественная деятельность. То есть тем сферам, где проявил себя Крымшамхалов. И третий – это спортивный турнир. Призвать к одному, чтобы мы, если будет такая возможность, смогли восстановить или постараться восстановить тот дух, творческий дух, дух гражданственности. Те нравственные основы взаимоотношений между людьми разных народов, разных вер, разных взглядов. Вот к этому я хотел призвать наше поколение, которое во многом за прошедший век с лишним после его ухода потеряло эти наши ценности. Начиная от театра и заканчивая геологией, этнографией, самыми сложными науками, Ислам Крымшамхалов проявил себя буквально во всем, к чему у него был интерес. А любая вещь, которая касалась его народа, для него была интересна, нужна, необходима, говорили выступающие. Он никогда не отказывался от того, что он карачавец, от того, что он мусульманин, от того, что он горец. Вот это самое главное, мне кажется, в его судьбе, в его творчестве, в его жизненном кредо, что он всегда оставался и думал, и работал ради своего народа. Этюды, пейзажи, за окном, холсты на картоне, портрет мужчины, речной камень и не только. На экспозиции представлены работы Ислама Крымшамхалова, написанные на холсте маслом. Это оригиналы, здесь же репродукция его работ. Фотографическая часть экспозиции можно посмотреть дореволюционные снимки семьи, родственников, друзей. Представлены и уникальные архивные документы, и его обращение к руководству Кубанской области по проблемам землепользования карачавцев. Большевики уничтожили и запретили все, что было связано с аристократами. Попали в опалу и произведение Крымшамхалова «Выходцы из влиятельного княжеского рода». За советскую эпоху его произведения опубликовали лишь один раз. Именно благородная родословная сыграла с ним злую шутку, сделав практически невидимым для советских издательств. Поэтому произведения Крымшамхалова десятилетиями оставались без внимания читателя и вышли в широкую печать спустя долгие годы. Большинство было утеряно, в том числе и картина. Но то, что сохранилось, впечатляет. И это обязательно надо увидеть и прочитать. Алладинаева, Али Бастанов, Вести Карачева, Черкесия.